Англичане зовут его снежной каплей, немцы колокольчиком, а мы называем подснежником. Настоящие подснежники, как раньше считалось, похожи на свисающие вниз капли молока. Отсюда и происходит латинское название галантус, что означает молочно-белый цветок. Старинное предание гласит, что подснежники впервые стали воплощением надежды еще для Адама и Евы, когда они были изгнаны из райского сада. Ева думала, что холодная зима никогда не закончится, но тут появился ангел и превратил снежинки в цветущие подснежники, подарив ей надежду на приход весны и тепла. Но эти прелестные бутончики в дикой природе в нашей полосе увидеть нельзя, растут они только в садах. Потому подснежниками в средней полосе называют пролески. По одной из легенд Сцила получила свое название благодаря одной из нимф, красивой нимфы, но потом впоследствии эту нимфу превратили в злое чудовище. Но по сути дела это растение тоже символизирует приход весны, потому что как только тает снег, еще где-то на проталинках уже они появляются и зацветают. В лесах европейской части России чаще всего можно встретить два вида пролесок – сибирскую и двулистную. Почти одновременно, рано весной, в лесу появляются яркие полянки хохлаток. Это представитель флоры, распространен в умеренных регионах всего северного полушария. Цветки у него обычно синего цвета, но встречаются и розовые, и фиолетовые. Совсем не боится снега, и потому расцветает рано, пушистый прострел или сон трава. Его в рязанских лесах тоже можно встретить. Интересное растение, представитель семейства лютиковых. И это растение интересно тем, что сначала у нее появляется нежного, голубоватого, немножко даже с синеватым оттенком цветы, а затем уже после цветания у нее формируется розетка с листьями. С сон травой у разных народов связаны легенды и сказания, что и отразилось в самом названии. По народным поверьям, прострел помогает от сглаза и порчи. Если носить траву при себе, можно оградить себя от злых козней и несчастий. Между тем, срывать в лесу и нести домой букетик любых нежных первоцветов, как бы ни был велик соблазн, ученые не рекомендуют. Растоит такая красота в воде совсем недолго, а ущерб природе будет очень весомый. Тем более, что при желании семена или клубни любых первоцветов, подснежников, примул, крокусов, можно приобрести в специальных магазинах и высадить на своем участке, воплотив самые смелые идеи превратить собственный сад в волшебный лес. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».